Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер и сегодня, ребята, мы с вами записываем рубрику, которая называется Лунные гонки. Будем сегодня участвовать на карте, которая называется Барда, которая, которая немножко тавтология, но в принципе ничего страшного, думаю, в этом нету. Вот, буду я участвовать, а точнее будет со мной на голосе, здесь Ховик и Жек, поздоровайтесь. Всем приветули, ребятки. Всем здорово. Вот, но Жек, к сожалению, с нами не будет участвовать, потому что, здесь такая фигня случилась, я пригласил кого-то одного человека, вот, и потом все друг друга поприглашали, и в итоге места уже нету. Вот, и Жек немножко обломался, но думаю, ничего страшного, одну рубрику у нас будет просто на голосе, а мы с чуваками вот этими, которые у нас будут на карте, поучаствуем. Как обычно, стартер у нас вот он, и трассу я, ребята, сейчас вам тоже покажу, вот она какая у нас проходит. Соответственно, сначала мы здесь едем, вот так вот просто едем-едем, угораем, потом нам нужно заехать, конечно же, на мостик, чтобы на мостик нам заехать адекватно и круто. Я даже не знаю, что нам нужно сделать, вот здесь какие-то ореховские письюны опять у нас торчат, я немножко споткнулся. Вот, потом едем вот здесь вот, и финалочка у нас тоже довольно-таки найсовая и крутая, это у нас мостик. Мостик у нас не простой, а волшебный. Вот, короче, на этот мостик, ребята, мы заезжаем, и финалочка как раз-таки, чтобы нам финишировать, нам нужно врезаться в это... О-о-о-о-о, ни на одной мине не подорвался, перфекто! О-о-о-о, короче, вот этот вот домик врезаемся, и все, в принципе, получается изи-пизи. Так, ну для этой гоночки, я сейчас, я ребят, прикуплю немножечко нетрушек, потому что у меня их вообще нуль. Вот, а для этой гоночки мне нужны нетрушки, прям очень-очень сильно. Купимся где-то 25 штук, думаю, больше мне не понадобится. И будет все четенько. Так, ладно, здесь пока чуваки мне уступили шикарное кошерное место, вот, я, в принципе, туда встану. А, да, кстати, и приз, ребята, за это все действие у нас золотой ящик. То есть тот, кто побеждает, получает у нас золотой. Так, дилетант, давай. Старт. Дилетант, ребята, сейчас у нас дает старт. И на счет 3... Ну, короче, давай нам старт. Вот, как ты это услышишь на стримчике. Так же, давай, дилетант. Вау! Вау! Это что такое было? Неожиданный, ребята, старт. Я вообще нихерашеньки все пропустил. Ха-ха-ха, чуваки, сучары. У нас уже полетели куда-то просто во своясе, в жесткие такие... Охереть. Это что-то... Ховик! Что ты делаешь, Хованский? Не нужно себя так вести, это опасненько. Ховик-то, ребята, у нас, оказывается, могет. Вы смотрите-ка, Ховик. У нас-то вообще... Демонюга, просто демонюга. Ай, Бизончик, Бизончик, братанчик. Давай-ка я немножечко здесь вот так перелечу. И, в принципе... Давай! И кто там? Порос первый? Да-да-да. Ха-ха-ха-ха, Ховик! Ну ты, лошара, как можно было уступить Порос-то? Я там затормозил, и он просто... Ай, Ховик, да ты просто вообще красава. Так, ладно, давайте опять встаем все на старт, и потом нужен дилетанту опять давать команду, чтобы он стартовал. Только в этот раз мне как-то нужно больше подготовиться, и в этот раз я занял, ребята, просто вообще шикарное коронное место. Думаю, мне сейчас должно повезти. Так, дилетант, давай. У нас, выдавай нам старт. Мы уже, в принципе, все готовы, и ждем только одного тебя. Так что давай, дилетантик. Давай, дилетантик. Ох ты, ни хера себе, как у нас-то все поехали. Лютые пареньки. Ах ты, Ховик, засранка такая. Маленькая, взял и немножко меня с трассы сбил. Но, в принципе, я, ребята, у нас пока остаюсь на плаву. А уже сейчас не остаюсь. Нет, остаюсь. Это охереть какое. Нет, все. Я, короче, улетел куда-то в Старкотан, и здесь я уже точно не приеду, ребята, первый. Так что нет смысла куда-то вообще двигаться. Кстати, приезжает у нас опять, ребята, Порост. Порост приезжает у нас первым. А я опять вторым. Как-то так вообще у нас получается. Так, ну ладно. Давайте сейчас опять будем пробовать. Я, короче, замутил такую фишку, что я все проворонил. Я опять у нас Старт немножко продудил. И получилось все у меня довольно-таки печально. Окей, сейчас дилетант у нас приедет. И сразу давай Старт, дилетант. Я не знаю, как ты там это будешь делать. Правда, не продумай. Так, подожди, у нас еще одного нет челика. У нас одного челика. А, нет, в принципе, все челики тут. И давай, дилетант, Старт. Короче, я вообще не понимаю, как здесь можно выиграть. Но будем пытаться, конечно же, ребята, это сделать. Но у меня нихерашеньки не получится. Потому что меня... Расим, бег куда? Сука. Короче, меня опять куда-то, ребята, переколбасили. И получается все довольно-таки нездраво. И, походу, это будет первый мой выпуск. Где я вообще даже не попаду, ребята, в финал. И в финале не поборюсь за какое-то призовое место. Потому что первый чувак, который у нас приезжает. Это приезжает, конечно же, Дима из Рынска. В принципе, ему там уже никто абсолютно не мешал. И опять второй. Кстати, да. Хойк у нас просто король вторых мест. Ладно, давай, Хойк. Раз вот ты три раза приезжал третий. Думаю, чуваки у нас не обидятся. Порост и Димка. И еще будет у нас бороться за голд, конечно же, Хованский. То есть будет три человека. Это чисто мое такое решение. Так что давайте вот все вставайте. Кто там у нас лишний? Ховик. Да-да-да-да-да. И сейчас мы будем смотреть, как чуваки у нас проходят трассу. Но это вообще была просто адовая тема. Так, давай, дельтант, на счет три. Давай им старт. Раз, два, три. Там не знаю, когда ты это услышишь. Ух ты, нифига себе. Ой! Меня зачем все так завалили, замочили сразу? Ховик, ты у нас немножко не то вооружение одел. Но это, в принципе, ладно. Так, ну первым, пока у нас едет, это Диман. И у Димана, в принципе, пока все получается довольно-таки здраво. То есть его никто пока не обгоняет. Порост у нас движется на второй позиции. Но, кстати, единственное, что может по это, по росту дать фору выигрыша, это какой-то ореховский петюн. Но здесь у нас для Димана все складывается наилучшим образом. И... Чё, Ховик, опять? Я даже ехать не стал, я обратно поехал. Да, короче, в итоге выигрывает у нас Дима Израинская. И по традиции, думаю, все у нас здесь адвокаты адекваты. Мы прям в этой битве Димачку скинем голдик. Он его заберет. В принципе, он его заслужил. Так что, ребят, давайте не пытайтесь его взять, потому что второго голда у меня нету. И Диман, давай его забирай. Но это в натуре был немножко такой потный выпуск, потому что я, если честно, это лунные гонки. Я не снимал уже хер пойми какое время. Вот серьезно, ребят. То есть я вам сейчас вообще ничего не гоню, ничего не придумываю. В последнем выпуске у нас выходило там пару, тройку недель назад. Может, даже еще больше. Вот, но, в принципе, такая себе тема. Да куда вы все встаете? Это голд Димы. Куда вы все бежите и мчитесь? Давай, Димасик, забирай. Это сточный голдик твой, но ты его немножечко пролетел, как бы, но с кем не бывает. Давайте кидайте его на голдяру, пусть он его забирает. Немножечко все пошло у него не по плану. Но, о, дилетант еще сбросил один золотой ящик. Ну окей, ну за это давайте уже все, в принципе, поборемся. Хотя, я уже, ребята, чувствую, что я его, конечно же, не поймаю, но, в принципе, кто-то сейчас из чуваков его возьмет, и это даже довольно-таки неплохая тема. Вот, смотрите. Можете по-братски меня перевернуть? Ой, просто забейте на меня. Просто, ребята, на меня забейте. Ореховский, сука! Писюн! Я даже не буду с вами сейчас играться, я вот так посмотрю, кто из парня и у нас его забирает, и забирает, в принципе, как это... Бизон? Что? Чувак забрал голд, стоя снизу? Ну, валашар, вот это просто вообще была тема жесткая. Да хватит голды-то ссаные кидать. У нас гонка или какой-то голдопад. Ладно, все, короче, это уже точно у нас последний золотой ящик. После этого, кто даже если и скинет, я это уже все дело снимать не буду. Поэтому не нужно меня бесить и кидать голды на рубриках, на которых они, в принципе, не нужны. Так, ну ладно. Сейчас попытаемся хотя бы этот золотой ящик бег у нас отжать. Хотя, в принципе, я уже, ребята, вполне знаю, что я его не возьму. Но, как говорится, надежда, мой компас земной. Когда что-то там со мной и все в этом духе, все в этом плане. Ну, ах, чуваки у нас полетели. И Хованский у нас отжал. Кстати, если бы ни ходик так не подлетело, я бы этот голдик на изи пизе отжал. Так, ладно, короче, ребята, на этом мы заканчиваем нашу рубрику лунной гонки. Надеюсь, они вам понравились. Если так, не забывайте ставить свои лайкосики, и также подписываться на канал. Ну, а с вами был Вайдер, Хоббик и Жейка. Всем пока-пока. Покусите, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok